друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставите лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала markets где мы публикуем огромное количество аналитического контента и материала точно пригодящегося вам принять ваших торговых решений поскольку сегодня понедельник состоится традиционный стрим в этом телеграм канале в 16 00 по московскому времени и тоже по традиции друзья в рамках текущей торговой сессии до 16 00 мы запустим голосование где вам предложим выбрать конкретную тему того что сегодня хотелось бы обсудить я безусловно за то чтобы мы говорили именно о тех фундаментальных событиях которые интересны вам и безусловно хочу чтобы вы в принципе прекрасно разбирались и понимали что на финансовых рынках а в плане тенденций происходит поэтому обязательно голосуйте выбирайте конкретную тему и сегодня мы на ней остановимся ну что ж в целом закрытие прошлой недели довольно считаю удачным потому что мы получили то что хотели но говоря мы разумеется я подразумеваю тех кто делал ставку на снижение курса доллара и роста отдельных рисковых инструментов особенно конечно же американского фондового рынка я в их числе индекса американского доллара 92 17 и мы видим то что все таки на финансовых рынках явно сохраняют свои позиции продавцы потихоньку постепенно понемногу индекс доллара тащит ниже девяносто двух пунктов и если мы опять же будем сравнивать текущую динамику доллара с рынком казначейских облигаций и десятилетних трэжерис все ясно просто и понятно снижается рынок долга кстати говоря десятилетки даже сейчас учетом того что немного установили все равно остается на минимальных значениях с начала этого года и тысячу раз уже друзья говорит что при такой динамике и трэжериса но не быть росту процентных ставок если вам недостаточно рынка долга пожалуйста последние протоколы которые были опубликованы на на прошлой неделе да это протоколы заседания фактически месячной давности но важно что представители чиновники голосующие члены американского регулятора признали что прогресс он может быть и присутствует в рамках американской экономики по всем секторам но недостаточен а в купе для того чтобы фрс прям начал торопиться сейчас с отказом от экономических а стимулов много было сказано опять же про инфляцию про нее мы знаем может быть даже лучше чем фрс знаем про эти временные факторы и уже не раз пытались в принципе также спрогнозировать когда же инфляция уйдет на пик и когда ее стоит ожидать в районе стабильных плюс-минус доли процентов в районе двух я думаю что на этой теме сейчас зацикливаться не стоит мы следим за рынком труда которому как вы помните есть определенного рода вопросы к тому же друзья на прошлой неделе вышло два важных отсчета которые в целом могут стать еще одним медвежьим сигналом можно так выразиться для перспектив американской экономики это активность в сфере услуг асм которая не дотянула до прогноза и до прошлых значений но до признаю что все равно общий показатель активности выше 50 пунктов но снижается друзья тенденция нездоровая и поскольку мировая экономика сейчас вынуждена погружать погружается в хаос и панику связаны с новым штаммом дельта может быть ситуация ухудшится хотя я сторонник конечно же того чтобы мы к теме к вида не возвращались или возвращались все меньше и меньше и в конце концов а сфокусировались только на таких долгосрочных трендах завязанных на логичных реакциях на центральных банков на экономическую ситуацию без вот этих форс-мажорных рисков заявки первичные заявки на пособие по безработице также разочаровали и снова пошли вверх а если тенденция продолжится друзья то этот месяц по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора когда мы будем подводить данные по non-farm payroll сможет уже казаться не таким сказочным и хорошим как как месяц назад в любом случае сейчас снижение доллара опирается на мягкие протоколы заседания фрс на слабые данные хотелось бы конечно же сейчас послушать обновленную позицию джерому неделю-две мы обязательно сможем это сделать но в целом я рассчитываю на то что пока что до августа до симпозиума в джексон холли доллар будет позиционно оставаться под ударом рынок нефти 75 44 здесь откатываем опять же от локальных минимумов и фактически уже вернулись к восходящей тенденции я за то чтобы не есть нефти росла дальше потому что нефть опирается сейчас на отсутствие компромисса а в странах опек плюс в частности по росту нефтедобычи и как мы помним объединенные арабские эмираты не согласны с этим решением которое предварительно было принято всеми членами этого энергетического пакта и настаивать на пересмотре индивидуальной квоты по добыче риск заключается в том что если компромисс не будет в ближайшее время под ближайшим временем я имею ввиду на несколько следующих недель то объединенные арабские эмираты могут в одностороннем порядке просто покинуть опять плюсы и увеличить добычу настолько насколько им будет нужно целью максимизировать прибыль они это делают соответствии с их стратегии использовать текущие высокие цены на нефти высокие показатели спроса для того чтобы диверсифицировать экономику вложить деньги в альтернативные источники энергии и новые источники дохода в общем они монетизируют по максимуму нефтегазовый сектор из-за того что в последний год было очень много денег вложено в на развитие и освоение новых месторождений в инфраструктуру связанную с нефтянкой и сейчас требует чтобы им дали возможность добывать больше нефти я друзья все-таки склонен полагать что страны опек другие участники энергетического пакта смогут убедить объединенные арабские эмираты снова сесть за стол переговоров и договориться каком-то уровне тире консенсусе и соответственно когда этот диалог будет налажен и мы поймем что страны опек плюс целым защищают баланс на рынке углеводородов все конечно же выдохнут и мы не увидим более таких локальных внутридневных распродаж как это было неделю назад и сможем успокоиться с целями прежними 80 долларов за баррель в которой я по-прежнему верю как по бренду так и по WTI по остальным инструментам евро и фунт их пока не трогаем по европейской валюте заработали на коррекции на снижение главного валютного риска из-за спекулятивных настроений оставили также в покое но была сделка по новозеландцу против доллара я рекомендовал покупать на прошлой неделе сейчас сделка уже в плюсе ждем заседание резервного банка новой зеландии на этой неделе и ждем сокращение программы количественного смягчения если решение такое будет принято то пара новозеландец против доллара легко и точно практически завершит эту неделю выше уровня 0.70 также предлагаю сделку по юсдкаду сейчас котировки 1.2467 продать с уровня 1.2440 впереди также заседание банка канады и что-то подсказывает мне что после пятничного отчета по рынку труда когда уровень безработицы снился с 8.2 процента до 7.8 а общая занятость выросла почти на четверти миллиона новых рабочих мест банка канады может также пойти на шаг по ужесточению денежной политики и свернуть программу количественного смягчения с текущих трех миллиардов канадских долларов в неделю до 2 почему бы нет при таком решении и при поддержке еще роста цен на нефть мы сможем вновь претендовать на движение пары в область 1.21.22 ну и американский фондовый рынок я вас друзья всех поздравляю потому что очередные исторические максимумы и совсем остался маленький шаг к супер целям которые мы поставили много месяцев назад по снп это 4 500 и по но nasdaq это 15000 пунктов вот по nasdaq сейчас 14803 пункты как только будет сделан уровень 15000 я пожалуй смогу назвать эту сделку самый выгодный самый лучший в рамках этого года на этом собственно все хорошего вам торговой недели всем пока